Друзья, всем привет! Меня зовут Лёша Жёлтый, я играю в группах Ненормально, Карт Бланш. Также у меня есть свой канал, где я беру панковские интервью и иногда беседую о панк-роке. Кстати говоря, подписывайтесь! И в своём прошлом видосе «Тренды и панк-рок» я рассказал о людях, которые занимаются подменой понятий и вводят нас в заблуждение относительно того, что такое панк-рок. Сегодня я вас хочу познакомить с одним занимательным примером. Это девочка, она блогер, у неё большая аудитория, около 50 тысяч человек. Давайте посмотрим, что она нам рассказывает о панк-роке. Если ты панк, ты должен и список, понимаете, ходить с ирокезом, бухать, ну какие-то ещё. У всех разные понятия о том, что должен делать и не должен делать панк. А я считаю, что ложить надо на это всё и плевать с высокой колокольни. Ложить, ну, конечно, надо ложить и на правила русского языка тоже надо ложить, потому что панк и потому что No Rules дальше девочка делится с нами типичными представлениями обывателя о панке, что панк там должен быть таким-таким-таким и таким-таким-таким. Но каким-таким она не говорит, потому что её познание, видимо, заканчивается на этих трёх пунктах. Ладно, смотрим дальше. Мы постоянно видим пацанские группы, которые там выглядят как, ну, такие немножко фрики, немножко полубомжи. Ну, в хорошем смысле этого слова, такая культура типа расслабленная, все дела. И все вот эти ракезы, пирсинги, бла-бла-бла. Или там просто адидасовский костюм, ну, как бы у кого что. Такая там, ну, полубомжи, там, туда-сюда, такая культура расслабленная. Ну, вот это всё, вот это, ну, вы знаете, вот это вот, в общем, всё вот такое вот. Блин, для меня, если честно, если выйдет какая-то гиперрасфуфыренная баба вот с губами, с ресницами и будет реально ебашить панк-рок, это будет, блин, офигеть, как круто. Или, знаете, какой-нибудь транс. Про питерскую группу, прости господи, Сегментикс, ей, конечно же, ничего не известно. И про группу из Америки, Геймст Ми, ей, конечно же, тоже ничего не известно. Мне непривычнее видеть девчонок, чем, например, каких-нибудь уже привычных там порнофильмов. Или даже пошлой Молли, потому что, ну, тоже вполне себе классический вариант визуальный. Ну, да, да, пошлой Молли, там, Фейс, Фараон и вообще всё, что не моча, то панк-рок. Панк-рок, он у каждого свой. Да не, ну, в принципе-то правильно, я с ней даже и согласен. Диайвай тоже у каждого свой. Не гудит компьютер, я извиняюсь просто потому, что здесь выгружаются куски видео диайвай, которые я всё никак не могу смонтировать. И сегодня ещё мы со Снежанной сходим в парк, поснимать некоторые фрагменты также для диайвай, потому что... Чтобы, наконец-то, его уже выложить, этот диайвай. Личину иди, выложи. Это кусочек диайвай, который я снимала. Кусочек диайвай. Вот как выглядит блогер, который собрался снимать диайвай на улице. Постоянно читаю там о том, что люди вкладывают в понятие панк-рок. Ну, читаю просто комментарии, чтобы понимать, как народ к этому относится, потому что для меня эта тема самая, блин, незакрытая вообще. Я, когда говорю что-нибудь о панк-роке, о поп-панке и вот этом всём, люди просто исходят на говно. А люди будут исходить ещё и на большее говно, когда поймут, что ты с лицом эксперта и знатока говоришь о вещах, в которых ты совершенно не разбираешься. И в довершение давайте посмотрим интервью этой особой с группой Кис-Кис. Они не могут договориться с собой, что для кого такие же панк... Панк-рок — это выход за музыкальные рамки, на самом деле. И это протест, это может быть не обязательно социальный и политический протест. Это может быть протест в пользу... Современных рамок. Да, в современных рамок. Это против цензуры, это против... Политики, возможно, ещё чего-то. То есть... Прочи стереотипов, на самом деле, если всё не говорится об этом. Что по протестам, дураки, дороги, знаки на дорогах, цензура, политика, рамки... Сейчас все слова, которые вспомним, которые знаем, сейчас расскажем об этом. Такие взгляды и воззрения лишают панк-рок главного. Они не дают увидеть в панке систему ценностей и координат, с которыми можно жить. Потому что за словами громкими вот этих певцов, дельцов, журналистов, блогеров, за этими высокопарными фразами, за этими рассуждениями, за ними ничего нет, там пусто. Это мыльный пузырь. Весь такой панк-рок заканчивается в подростковом возрасте. И повзрослев, любители американского пирога и вечных тусовок у бассейна разбегаются по своим офисам. Потому что они не видят, как можно дальше жить в панке. А нам со всех сторон говорят, что это правильно и нормально, и мы должны принимать такой панк-рок. А если мы его не принимаем, то вот говорят, идите отсюда, куда подальше. Это враги панк-рока. Самое главное, за внешними атрибутами забывают о главном, что панк-рок это умение по-настоящему думать своей головой. Это умение анализировать, умение выбирать. И умение отвечать за свой выбор. Хотя, друзья, я могу заблуждаться, и панк-рок это совсем не то, о чем я сейчас говорил, но тогда что мне сказать? Что мне остается тогда сказать? Тогда я тоже не хочу никакого отношения к этому панк-року иметь. Всем спасибо.